Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной Волны с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу Радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной радиоблог. Я вернулся, все в порядке, не переживайте. Пришлось прошлую неделю слушать второй раз. Но ничего, там был Дашевский, так что нормально. Дашевского можно и второй раз послушать, я так думаю. Вот, ну, равно как и моего сегодняшнего собеседника, которого всегда с удовольствием мы приглашаем в ТВ-клуб, «Континент», и там, особенно на этой неделе, появится очень много чего интересного. Равно как и в нашей интернет-газете «Континент». Очень рекомендую. И наше сегодняшнее обновление было и с утра, и днем мы делаем вторично его, чтобы вы, как говорится, не только за утренним кофе, но и за дневным чаем получили порцию настоящих хороших материалов, оригинальных, переводных, каких угодно, которые, возможно, без нас пройдут мимо вашего внимания. А нам бы очень хотелось, чтобы вы мимо не проходили. Вот, так вот сегодня собеседник, мимо экспертиз, которого тоже не рекомендую проходить, потому что они очень ценные, интересные. Итак, Гэри Гиндлер, Нью-Джерси, политолог, публицист, ученый, в общем, автор многочисленных материалов, которые публикуются, как на его собственном блоге, раз, в очень популярных консервативных изданиях на английском, типа «American Thinker», и, конечно же, в «Континенте», который служит тоже, я надеюсь, не самой последней площадкой для Гэри. Гэри, привет, и рад видеть, слышать. Добрый день, Игорь. Итак, мы аккуратно приближаемся к июлю. В общем-то, события каждый день какие-то происходят, и я бы хотел, ну, тебя не подтолкнуть к рассказу о каких-то конкретных событиях, а просто спросить, вот что из... Мы где-то вот с тобой, наверное, месяц назад здесь встречались, вот что, ну, скажем, за последнюю хотя бы неделю-другую привлекло твое особое внимание, о чем бы ты мог рассказать нашим слушателям? Два момента я хотел бы осветить, если ты не против. Я не против. Первый – это тот ужас, который вселяет аудит бюллетеней в Аризоне политическим противникам Трампа. И второе – это та катастрофа ближневосточной политики, которую проводит президент Байден. По поводу аудита. Я не перестаю повторять, что аудит не имеет ничего общего с пересчетом голосов. Мы все являлись свидетелями пересчетов голосов, ну, за последние 20 лет, в 21 веке, ну, кто-то всегда был недоволен, и всегда пытались пересчитать голоса, и ни к чему это не приводило, между прочим. Потому что пересчет голосов, он основан на том, что вот есть пачка бюллетеней, и их нужно по новой пересчитать. Ошибки даже при пересчете бывают, но мы знаем, что случилось, допустим, во время трехкратного пересчета во Флориде, когда Буш против Гора был. Пересчеты не привели никакому изменению статуса. То, что происходит в Аризоне, и, возможно, будет повторено в девяти других штатах, не имеет к пересчету никакого отношения. Это криминальный аудит. Люди, которые там работают, являются профессиональными криминалистами. И впервые в истории Америки каждый бюллетень проверяется на его характеристики. Дело в том, что бюллетени, теоретически, должны быть отпечатаны в определенного размера, на определенной бумаге, с определенными характеристиками. Только в таком случае этот бюллетень, после того, как его человек заполнит, может пройти через машину, которая все подсчитает. Подозрение существует, что в Аризоне сотни тысяч бюллетеней были подделаны. Причем подделаны не вручную, а один из бюллетеней был, так сказать, главным. Его заполнили. Все для демократов, там за Байдена. А потом ксерокопировали в огромном количестве экземпляров. Поэтому бумага, которая используется при ксерографии, не совпадает с той бумагой, на которой все это было отпечатано. Поэтому криминалисты сейчас в Аризоне проверяют вес и размеры каждого листочка бумаги. Просвечивают с помощью ультрафиолетового света на наличие водяных знаков. Если водяных знаков нет, значит бумага была куплена просто в Walmart. Под микроскопом рассматривается также сгиб бюллетеня. Потому что бюллетень в Аризоне, если человек голосует на избирательном участке, а это было редкостью, то он, так сказать, целенький. А все остальные голосовали по почте. Но бюллетень больше, чем конверт. Поэтому его нужно было в 2-3 раза сложить. Так вот, если вот эта вот складка под микроскопом не соответствует тому, что должно быть, это вброшенный бюллетень. То есть, если на бюллетене написано, что этот бюллетень пришел по почте, а складки в нужном месте нет, результат будет очень плачевный. Мы не знаем, какой будет результат. Он будет опубликован только к концу августа. До нас доходят только косвенные свидетельства того, что нам следует ожидать. И этим косвенным свидетельством является просто серия попыток демократов остановить или даже запретить этот аудит. Это криминальное расследование. Дело дошло до того, что секретарь, госсекретарь штата Аризона, демократ, настолько сильно вмешивалась в работу аудиторов, что на прошлой неделе легистратора штата запретила ей, с нее сняли властные полномочия, что-либо делать по поводу аудита. Поэтому то, что происходит в Аризоне, может явиться очень неплохим спусковым крючком для повторения вот такого аудита в других горящих точках, таких как Пенсильвания. Всего 9 штатов посетили арену, где проводится аудит, и остались очень довольны. Теперь дело за малым. Легистатуры должны провести решение по этому вопросу. Но там подвижки очень серьезные. То есть там исчезают бюллетени вагонами, там происходит очень много чего, которое не позволит все это сделать в полной мере. Но давай вернем ситуацию и посмотрим на нее с другой стороны. Как чувствуют себя демократы, видя все это? Они, конечно, в ужасе. Они, конечно, в ужасе. Потому что так получилось, что впервые в американской истории, возможно, кто-то из наших слушателей поправит нас, но мне неизвестны другие примеры вот такого криминального аудита, когда под микроскопом профессиональные криминалисты рассматривают каждую бумажечку. А их 2,5 миллиона. Каждая бумажечка сканируется с очень высоким разрешением 600 DPI, чтобы потом можно было, если люди захотят, провести повторный аудит, но уже на основании электронных копий с высоким разрешением. Да, это скажи, пожалуйста. Возникает вопросов много, но вот в частности, во-первых, как видится, мейнстрим пресса вообще не обращает якобы внимания на происходящее там. Первое. Второе. Как ты считаешь, шансы провести вот такого же свойства аудит в тех штатах, которые пытаются изучить опыт, так сказать, старших или каких там товарищей, насколько это вероятно? И вероятно, наверное, как я могу предположить, только в тех случаях, если местные легистратуры штатные, они с преобладанием республиканцев, допустим. А в других случаях... Ну, это во-первых. И типичный пример это Пенсильвания. Но, мне кажется, все прекрасно знают, как играть эту политическую игру. И все просто ждут. Все просто выжидают. Ситуация будет бинарная. Если в конце августа выяснится, что Аризона сертифицировала свои бюллетени неправильно, это значит, кто стройными рядами идет в тюрьму. И у республиканцев в других штатах появится очень серьезный стимул это дело повторить. Если же нарушений найдено не будет, то нам придется мириться с товарищем Байденом. Да. И с товарищем Байденом до 20-го года. Герри, скажи, пожалуйста, такую вещь. А вот что ты знаешь об отношении республиканского истеблишмента? А. К аудиту? И. Б. К вероятности каких-то вот таких потрясений, которые результаты его могут в общем-то мотивировать. Эстеблишмент республиканский практически ничем не отличается от эстеблишмента демократического. Мы все вместе называем это Вашингтонским болотом. Никто не следует ожидать от эстеблишмента каких-то подвижек. Расчет идет вот на что. В каждой партии есть люди, которые обладают серьезными амбициями. И иногда эти амбиции приводят к очень серьезным столкновениям. Мы знаем, что в последний год нахождения Трампа у власти возникли серьезные противоречия и разногласия, в том числе открытые, между Трампом и некоторыми республиканцами. Такие как БАР. Генеральный прокурор. Такие как Мич Макканов. Такие как Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента. Сейчас ходят слухи в Вашингтоне, что вот эти амбициозные политики получили очень нехороший совет от своих политических консультантов. В принципе, совет неплохой. Совет был такой. Всем этим людям, которые, так сказать, выступили против Трампа. Хватит находиться в тени Трампа. Вот такой был совет. Ты являешься самодостаточным политиком. Ты вполне можешь, собрав команду, быть кандидатом в президенты и стать президентом. Поэтому, пожалуйста, отцепись от Трампа, стань антитрампистом, и тогда ты увидишь, как тебе будет хорошо. Вот такой был совет. Понятно, что совет этот более или менее правильный, но только в том случае, когда перед тобой не стоит Трамп, а стоит обычный республиканский политик. Трамп не является простым республиканским политиком. Трамп это фигура мирового исторического масштаба. И справиться с Трампом вот такими вот методами не получится. Поэтому, кто сейчас что-нибудь слышит про Лиз Чейни, какие ее шансы на выдвижение куда-либо. Ну, если она не перейдет в демократическую партию. Она заслужила свое там. Там же к ней относятся как? А вот именно. Дочери ненавистного Чейни. Забудут все хорошее, что она для них сделала. Понимаешь, вот люди получили неправильный совет, и теперь им придется с этим жить. Они неправильно выбрали свою тактику. Не нужно было Лиз Чейни пикироваться с Трампом. Не нужно было. Не нужно было Бару идти на поводу демократов. Не нужно было. Нужно было встать на сторону Трампа и продолжать борьбу всеми легальными методами, какие есть у департамента юстиции. Этого не было. Этого не было. Поэтому политическая судьба этих людей, она, конечно, печальна. Мы о них еще немножко будем слышать, но потом они, так сказать, сойдут на нет. Все эти советники, которые сейчас существуют, они почему-то последнее время выдают на гора какую-то череду совершенно диких советов, и многие этим следуют. Я не понимаю, откуда это идет, вот такая какая-то эпидемия не коронавируса, а тупизны. Например, советники Байдена посоветовали ему отменить fireworks на 4 июля. Откуда это идет, просто непонятно. Я понимаю, есть какая-то идеологическая подоплека, но это можно сделать. Сейчас же жизнь рождает новые праздники. Я хотел спросить, ты отметил широко новый праздник или нет? Новый день независимости. Новый день? То есть, вот теперь смещение какое происходит? 19 июня будет в сознании некоторых наших сограждан, а их много достаточно, продвигаться как некое событие, которое затмевает собой любые иные... Попытка, это будет попытка затмения. Вопрос о том, чтобы каким-то образом отмечать 19 июня, был еще в программе Трампа. И это было нормально, потому что республиканцы выиграли гражданскую войну, потому что республиканцы освободили черных рабов, поэтому для них это, так сказать, ну ладно, ну можем сделать там какой-то праздник без выходного. Но это висело, когда мокла меч над демократами, которые всеми правдами и неправдами пытаются доказать, что это они освободили рабов. Хотя ни одного республиканца рабовладельства не было в Америке, все рабовладельцы были строго демократы, они не могут отмыться от этого, их руки в крови. Поэтому это такая своеобразная попытка сказать современному черному населению, современному черному населению Америки, это мы хорошие, а республиканцы плохие. Беда же в том, Гэри, что хорошо, что кто-то знаком хотя бы чуть-чуть с историей своей страны, но кто-то понятия об этом не имеет, и речи того же, ладно, мы полезли уже в 19 век, но в конце концов был такой Мартин Лютер Кинг Джюниор, и сейчас любую его речь ты попробуй без упоминания его фамилии опубликуй, и крики с той стороны будут до небес, потому что они будут всячески его в общем-то программные вещи подвергать астракизму, учитывая, что сейчас все-таки далеко оттуда ушли. Я назвал этот процесс в прошлом году, многие говорят, что сейчас в Америке строится социализм, страна переходит на социалистические рельсы, я его назвал шизо-социализм, потому что то, что делается иначе как какими-то людьми недалекими из дурдома не назовешь. Еще один пример, Байден пытается восстановить отмененный Трампом ядерный договор или позорную ядерную сделку с Ираном. Ну ладно, это дело политическое, Байден не доведет Израиль, хочет, чтобы была бомба, чтобы бомба упала на Иерусалим. Это нам понятно, это известно, это не является новостью. Но что является новостью, что вот в Иране недавно были выборы, и там новый президент, и теперь президент Америки, президент самой мощной в военно-экономическом и политическом плане страны, суетиться как октябренок, пытаясь перезаключить новый договор, чтобы сделать подарок новому президенту Ирану. Это очень нехорошо смотрится. Я не думаю, что Байден сам догадался до этого идиотизма, у него даже ума не хватило бы, но кто-то ему подсказал, что Ирану нужно сделать подарок, и он тупо идет в этом направлении. Другого слова, как тупо, я не нахожу, потому что вместе с тем, что он делает по ядерной программе, он замахнулся вот на что. Трамп наложил в свое время личные санкции на иранского Айоте Лухамени. Личные санкции. Теперь в качестве жеста доброй воли Байден хочет отменить личные санкции Трампа против Айоталы Хамени. Где инстинкт самосохранения? Кто-нибудь смотрит среди демократов на календарь? Окей? Сентябрь не за горами. В сентябре начнется выборная кампания на выборы 22-го года. Что вы делаете, ребята? Ну, послушай, у него, кстати, мы говорим, вот у нас, помнишь, расхожая фраза была, Обама самолет денег отправил наличных в Иран. Было дело, было дело. Ну, почему Обама, а Байден где-то тоже был. Обама и Байден отправляли. Для Байдена это как вполне в порядке вещей делать реверансы вот этим людоедом, которые там сидят в Иране сейчас и правят эти. То есть, и более того, если бы хотя бы, ну, понятно, что там, как устроено их, в общем-то, государственное устройство, где правят вот эти аятоллы, ну, формально существует там и парламент, и президент, но дело в том, что был бесноватый Ахмадиниджад, потом якобы умеренный Рухани, и теперь пришел опять человеку, которого там, ну, по локоть, по уши в крови, который. И что? Ну, это один из лучших друзей будет. Один из лучших друзей. Я хочу вот что добавить. Мы не знаем точно всю политическую кухню нынешнего Белого дома, но то, что там что-то неладное, это сто процентов, потому что, посмотри, как можно было создать ситуацию, при которой даже Кремль начинает издеваться над решениями американского президента. Я не хочу обсуждать, справедливо это или нет, но давать своим политическим противникам такую амуницию, как дает Байден, это просто нельзя делать, нельзя держать людей, которые 6 января пришли в Капитолий, в одиночных камерах, без доступа к адвокатам, это неслыханно. Ты знаешь, такое может произойти только в Белоруссии или в России. Да, но, я тебе хочу сказать, как можно было давать этим правителям, Лукашенко и Путину, вот такую козырную карту. Но, оппонент, знаешь, что тебе скажет? Во-первых, что Шовину дали всего 22,5 года, а надо было мерзавца на 40. А в этом случае, который ты говоришь, тот же оппонент скажет, их надо было в Гуантанамо отправить. Потому что картина мира, как ты любишь говорить, у этих людей несколько иная. Я вообще думаю, что вот то, что происходит в Белом доме, вызывает очень живой такой энтузиазм у множества американских противников, у множества стран, они просто нарадоваться не могут. Потирают руки от удовольствия. Смотри, откуда не возьмись, Северный поток-2 скоро будет завершен. Откуда не возьмись, никто не просил. Все уже заглохло. Трамп все остановил. Да? Все, уже этой зимой Европа будет сидеть на на игле этой, на газовой российской игле и согнать их с этой иглы будет очень тяжело. Да? И будут крокодили слезы отсюда лить по Украине. Да, понятно. Вот. Ну, в общем, это, мы уже тоже не раз об этом говорили, что Трамп, так сказать, ну, понятно, как только его не обозначали в плане вот той знаменитой российской саги, но, по крайней мере, никаких-то этих, в общем-то, газопроводов не предвиделось, потому что там явно было заявлено, что компании будут подвергаться в общем-то, таким санкциям, которые просто их разорят, к чертовой матери, поэтому все. Вопрос по бизнесу, как всегда, правильно решался. И почему-то получается так, что многие демократы не могут никак отследить причинно-следственную связь, они очень часто выступают в поддержку Навального. Окей? Но мой подход к Навальному очень простой. Давайте посмотрим, сколько дней прошло между инаугурацией Байдена и арестом Навального, когда он прилетел из Германии в Россию. Три дня. То есть, при Трампе Кремль не решался никоим образом трогать Навального, ни при каких обстоятельствах. Отравить пытались, но арестовать, посадить семью, изгнобить в тюрьме нет. За три дня до переезда в Белый дом Байдена Путин понял, что назад дороги нет и можно действовать открыто, ничего не боясь, не стесняясь, ничего. Вот, ну, мы на этом сделаем не точку, а многоточие, уйдем на несколько минут рекламы, а потом, если у вас, господа, товарищи, будут какие-то к нам вопросы, то мы с удовольствием попробуем ответить на них. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200, задать вопрос и получить на него ответ. Ну, а пока продолжим. Ну, единственное, напомню, что с нами сегодня Гэри Гиндлер, публицист, ученый, автор, можно сказать, уже многолетний автор Континента, ну, естественно, своего собственного блока и многих консервативных англоязычных изданий, среди которых вот я выяснил кто-то ты можешь в двух словах о том, как они работают, потому что меня, честно говоря, некоторые консервативные издания сильно разочаровывают, потому что тот же, в общем-то, канал Newsmax, он какой-то вот, что-то у меня двойное, к нему. Алло, алло. Я слышу, хорошо. Да, вот что бы ты сказал, как ты думаешь, с ними происходит? Средства массовой информации ведут себя так, как они вели себя всегда за последние, я не знаю, 30, 40, 50 лет. погоня за сенсациями, вместо новостей, индоктринация, пропаганда. Единственное, что можно сказать, что за последнее время они даже перестали скрывать, что они являются органом пропаганды. Даже все делают в открытую, никого, ничего не боятся, даже не прикрывают это какими-то аналитическими заметками в этих же изданиях. То есть, все открыто, все прозрачно, и возможно, они спешат. Мы не знаем, но вот есть такой вот God feeling, что они спешат. Они понимают, что их время ограничено. Это в отношении мейнстрима. Меня очень напрягают часто консервативные издания, которые якобы консервативные, но при этом в общем-то вот так аккуратно они преподносят те или иные вещи, что начинаешь сомневаться в том, что они в общем-то каким-то образом несут своим читателям определенную какую-то идеологию. Слушай, давай вот подумаем над этим вопросом. Кому следует доверять? Вот. Кому следует доверять? Я думаю, что один из главных критериев, который подарил нам Байден и вся команда демократов еще со времен Обамы, критерий вот какой. Если консервативное издание подвергается нападкам, если их выгоняют из социальных сетей, если компания, где они содержат свои сервера, отказывается с ними сотрудничать, то есть полная информационная блокада такого издания, то этому изданию следует доверять. Я помню, лет пять назад было издание, которое называлось Liberty Conservative. И они очень много публиковали моих статей на английском языке, а потом они вдруг исчезли. Полностью веб-сайт исчез, административная консоль, все исчезло. И я связался с редактором, он говорит, слушай, спасибо Google, нас полностью выкинули, полностью выкинули, ты даже нас не можешь найти через Google. Они открылись под другим именем, но поскольку распропагандировать себя они уже не могли, ни в Твиттере, ни на Фейсбуке, они остались вот таким вот никому неизвестным маргинальным изданием. многие выжили, но при этом им пришлось подвинуться. Я знаю издания, которые запретили комментарии на своих веб-сайтах, потому что их пытались судить. Да, то, что делают с многими, это известно. Я тебя прерву, извини, у нас поступил звонок, попробуем его принять, хорошо? Добрый день, добрый день. Я могу вернуться к 6 января. Ну, вернитесь. Я слышал, что 4 января был издан приказ Департн оф безопасности вот разоружить полицию Капитолия, вплоть до того, что у них изобрали баллончики газовые. Вы что-нибудь об этом слышали? Можете прокомментировать? Очередной фейковый сброс, никто никого не разоружал. Что было сделано, Трамп попросил Пелози, которая является руководителем полиции Капитолия, усилить охрану в избежании каких-то непонятных столкновений, которые могут быть, поскольку в этот день должна была быть сертификация бюллетеней. Что Пелози сделала? Она отклонила просьбу Трампа об усилении охраны Капитолия. Теперь мы уже знаем, почему. Тогда это было непонятно. А теперь мы уже знаем, почему. Что среди нападавших было очень много агентов спецслужб, и они явились вот такими агентами-провокаторами, которые и создали этот бучу. Кстати, ты заметь, не первый раз вокруг событий, особенно 6 января, на нагромождение каких-то мифов, которые, казалось бы, в общем, с одной стороны вроде бы доказывают правоту Трампа и так далее, но с другой подтверждают, что что-то там какие-то конспирологии чистой воды. Там было много чего, но есть жесткие и всем известные факты, которые отменить нельзя. Вопрос. Сколько человек было убито так называемыми нападавшими? Вот. Ноль. Ноль? Никто из них не имел никакого оружия, даже подобие оружия, даже палки какой-то не было. Знаете, сколько вот человек было убито среди нападавших полицейских? Были убиты? Есть. Эшли Бабит известна. Эшли Бабит. Да. Значит, имя убийцы неизвестно. Да. По той простой причине, что она белая. И мне понравилось, как Байден как бы очередной раз брехал на тему того, что полицейский погиб. Уже там, будучи даже на встрече с Путиным, он не удержался. И эту Дезу, которая уже 1500 раз даже уже либералы сквозь зубы признали, что никого там огнетушителем не не прибили. А вот президенту до сих пор это неизвестный момент. У полицейского одного из полицейских случился инсульт. Да. Он попал в больницу и в больнице умер. Никто его не бил, никто на него не нападал. К сожалению, человек погиб, умер, но это никакого отношения не имеет к нападавшим. А кстати, вот если уж мы вспомнили про Эшли, какие есть, какая информация есть, что ее семья пытается в общем найти. Семья пытается выяснить, кто ее убил. Кто? Да. Вот это хороший момент. Покажите нам. Записи всего этого дела есть, существуют. Человек этот известен, неизвестно его имя и неизвестно, что полиция, какие меры она предприняла против этого человека. Он уволен, продолжает работать, получил премию, ушел в отпуск, никто ничего не знает. Понимаешь? В подобной ситуации, когда белый полицейский убил черного уголовника, он получил 22 года. С половиной. 22 с половиной года. Да. В том случае, когда убит белый, у которого не было никакого оружия вообще, то ничего не происходит. Ну вот, а вот интересно, по-хорошему же, да, она ветеран, она участвовала, в общем-то, в боевых действиях, и прослужила немало лет. Вот мы, в какую вообще страна, куда катится? Вот, по идее, Пентагон, Пентагон, это же кадр, который в отставке, но их кадр должен бы был дать запрос той же полиции, той же службам, которые занимались, и которые, в общем-то, ну, скажем так, уже неполиткорректно грохнули ее. Запрос дайте нам о нашем кадре информацию. Ну, слушай, Пентагон сейчас не тот, который был раньше. Пентагон. Пентагон за последние 30-40 лет не выиграл ни одной войны, вообще ни одной. Пентагон просто является вот таким финансовым центром перекачивания денег от налогоплательщиков к каким-то иностранным странам, каким-то далеким странам. Многие не могут их найти даже на карте, но вот это вот происходит. Мы вбухали триллионы в Ирак, в Афганистан, в Сирию, никакой отдачи нет. Да, ну, и тем более сейчас признанно... Пентагон подвергся во времена Обама очень сильной чистке, идеологической чистке. Причем, чистка, которую сделал Обама, касалась, в отличие от чистки, которую сделал Сталин в 30-е годы, она касалась только высшего командного состава. Средний состав вроде как бы не хватали, это уже сделал Байден. Но вот при Обаме было вычищено огромное количество, сотни генералов и адмиралов, и те генералы и адмиралы, которые сейчас существуют, они прошли проверку лояльности левым идеям. Это уже не вояки, а бойцы идеологического фронта, закаленные в идеологических дискуссиях, которые просто молятся на Обаму и на Байдена, и ждать от него, от них, что-то такого разумного, ну, просто не стоит. Не стоит. Вообще, печальная картина, смотри, весь блок силовых ведомств, начиная со спецслужб, армия теперь уже абсолютно идеологизирована, и причем как идеологизирована. То есть, получается, какая вещь, что не только, как мы всегда говорим, система образования подверглась вот такому конкретному вымыванию всего, что не отвечает левая либеральная идея, но и даже вот эти все ведомства, которые должны быть, по идее, вне какого-то политического. Идеологическая индоктринация проникла во все сферы американской жизни, во все институты, я не говорю про образование, академию, Голливуд, прессу, это всем известно, и много об этом говорилось, но теперь мы уже точно знаем, что вот эта массированная пропаганда левых идей, она проникла и в вооруженные силы. И те вояки, которые сейчас существуют, вызывают у меня очень такое нехорошее предчувствие, я не знаю, как они себя поведут. Вот представь себе, одна из горячих точек это Тайвань. Китай хочет захватить Тайвань, традиционно Америка против этого. Представь себе вооруженное столкновение двух армий, американской и китайской. И та, и та армия имеет во главе генералов, которые прошли существенную идеологическую селекцию и с той, и с другой стороны. Но это полбеды. Самое главное, что эта селекция проводилась по одним и тем же критериям, потому что они придерживаются одной и той же коммунистической идеологии. Как две дружественные в идеологическом плане армии будут друг на друга наступать, я не знаю. Как может армия американская, которая пропагандирует ненависть к Америке, защищать Америку? Не знаю. Я боюсь того, что какая-то иностранная разведка в конце концов раскроет самый, наверное, скрываемый секрет американских вооруженных сил, что теперь карьерный рост будет базироваться не на боевых заслугах офицеров, а на его степени приверженности левым марксистским догмам. Как в Советском Союзе. В Советском Союзе было то же самое, поэтому Советский Союз после Второй мировой войны мало чего достиг военным отношениям. Да, это, конечно, интересная идея, и, в общем-то, представить себе, что, предположим, сейчас в спорте выигрывает кто-то, вот, последний скандал, правда, она не выиграла, но третье место вроде бы заняла, и во время гимна она демонстративно плюнула на это дело. А это гимн, хорошо, с флагом, а не там бух на колени, это тоже окей, допустим, это не окей, конечно, но допустим, а представляешь, вот ты рассказываешь о конфликте, который вполне вероятен, и что же эти самые люди, они могут повернуть вообще-то свое оружие? Мы не знаем, что будет, но мы знаем, что они уже повернули свое оружие против Израиля, кстати, потому что администрация Байдена просто рвет и мечет, как хочет перезаключить эту ядерную сделку, чем скорее, тем лучше, чем скорее они сделают это, тем им кажется, мир на Ближнем Востоке будет достигнут быстрее. Какой мир? Да, возможно, это будет мир, когда Иран все завоюет. Не, но они, они реально, смотри, что получается, все-таки эти соглашения, которые заключил Израиль при Трампе, и, естественно, при его живейшем интересе к этому и с его подачи, обнаружилось, что существует, да, в конце концов, действительно, первичное существование общего врага раз. Второе, действительно, есть какие-то моменты, по которым вполне можно сотрудничать, друг другу не мешая, а наоборот, помогая где-то, и, в общем-то, всем очевидно стало, что, если нет каких-то приграничных еще моментов, все-таки, вот как с Египтом, допустим, там сложнее дело. Ну, тех, кто на границе. что я ожидаю в ближайшее время? Я ожидаю существенного наезда вплоть до санкций, наложенных на Гватемалу, Америкой, по той простой причине, что Гватемала посмела самостоятельно принять решение и открыла на прошлой неделе посольство в Иерусалиме. Им это дело так не пройдет. Администрация Байдена такие вещи не выносит, они очень такие сенситив к тому, что их не слушают, особенно на основном направлении на Ближнем Востоке. Ну, не только. Вообще-то, зная вообще мстительность и прочие черты той же Камалы Харрис, такая встреча, которую ей оказали в Гватемале, я тебе скажу давно такого позора. Он наложится на другое, все припомнят, как ее встретили в Гватемале, какими плакатами. Да. Окей? И что-то будет против несчастной Гватемалы маленькой. Хотя вот именно Трамп, да, мы знаем, что не сразу нашелся вот тот правильный рецепт и у него в том числе, но потом он был найден и договоренности, которые были достигнуты с Мексикой, Гватемалой, Гондурасом, так или иначе приостановили вот тот сумасшедший поток мигрантов, которые вот эти караваны бесконечные и так далее. Но это явно не устраивало нынешних хозяев Беларуси. Я не устаю повторять факт, который все должны четко зарубить себе на носу. Трамп не является политиком обыкновенным политиком, к которому мы привыкли. Это фигура мирового исторического масштаба на уровне Черчилля, на уровне Маргарда Тэтчер. И его действия имеют настолько длинное продолжение, что даже представить себя невозможно. Вот смотри, левые обвиняют Израиль, в том числе израильские левые, в том числе и еврейские левые здесь в Америке, что Израиль получает 3 миллиарда долларов помощи военной от Соединенных Штатов Америки. Цифра правильная. Стоит ли как-то сокрушаться по поводу этой цифры? Смотрите, что сделал Трамп. То движение, которое он задал Ближнему Востоку, тот мирный договор, который заключен между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилю, даст Израилю 22 миллиарда прибыли только в первый год. Вот так нужно делать политический бизнес. Взаимовыгодный, мирный и продуманный. Эмираты тоже в накладе не остаются. Это же взаимовыгодная торговая. Да, да, да. Поэтому нужно очень внимательно относиться к тому, что сделал Трамп. Не спешить с выводами, потому что его короткие четыре года, они еще аукнутся. Люди не перестанут удивляться тому, какие последствия этого дела. Понимаешь? Одним розчерком пера 22 минус 3 миллиарда. Да. И, собственно говоря, таких вообще-то примеров немало, но нынешняя администрация главная же задача просто вот, ну, до основания и затем, то есть любые трамповские, в общем-то, положения его действий, которые, в общем, привели к тому или иному в экономике, в политике, внешней политике, внешнеэкономической, внешнеполитической, надо все сделать на 180 градусов. Независимо от того, насколько они хорошие, плохие, неважно. самое интересное, что ни один, ну, как мне помнится, республиканский президент, приходя после кого-то, я даже не припомню, чтобы у Трампа было изначально вот такое желание переменить вот и до все, что при Обаме было за 8 лет. Просто категорически перевернуть все. Он переворачивал только то, что явно считал плохо для страны и что плохо для ее развития и дальнейшего движения. И все. Но у этих маниакальных, вспомни его, 60 или сколько там, 70 указов за какой-то вообще минимальный срок. К чему, зачем? Там была такая статистика, что Байден издал больше указов, чем дней, которых он провел в Белокоме. Это вообще неслыханно. Какая продуктивность, однако. И вот с этим всем... Понимаешь, его последний розчерк пера, он же не прекращает свои указы президентские издавать. В пятницу последний розчерк пера, который говорит о том, что все федеральные служащие должны пройти институт марксизма и ленинизма и выучить критическую теорию расы. Это будет теперь обязательным для всех государственных служащих и военнослужащих. Тем самым в пятницу в Соединенных Штатах Америки президентом Байденом был введен институт советских политических комиссаров, который будет следить за том, чтобы в федеральном правительстве не было инакомыслящих, диссидентов и других недовольных генеральной линии партии. Это Америка 21 века. Да. Ну, собственно, тут даже комментарии излишни, потому что всегда предполагалось, что есть власть, есть оппозиция, есть такое мнение, есть другое, существуют дискуссии. Окей, мы не говорим, что абсолютно мы не претендуем на, как говорится, истину в последней инстанции, но когда тебе изначально говорят, ну, правильно, да, ты абсолютно компартия. Ты прав, я согласен, потому что даже в одной из своих статей я написал, что то противостояние, которое сейчас наблюдается, это не между демократами и республиканцами, это не между консерваторами и либералами, это просто конфликт между добром и злом. Ох, да, ну, что нам остается добавить, что добро должно победить. Обязательно. Ну, а пока спасибо большое за участие, спасибо всем тем, кто нас слушал, оставайтесь с народной волной, оставайтесь с континентом и, да, будет у вас все хорошо. Спасибо.